Вы сможете подключиться к этому гидранту? Они подключились, в день пожара они подключились, тут машины везде стояли. На сегодняшний день в Нефтьюганске 4,5 сотни пожарных гидрантов. Несколько десятков из них Юганск водоканал проверил за последние полтора месяца. Не завалены ли снегом, есть ли подъездные пути, возможно, оборудование требует ремонта. Раньше сталкивались с обычными проблемами пожарных подразделений, когда приезжаешь и произошла очистка придымовых территорий или земель общего пользования, и к пожарному гидранту нельзя подъехать. Работа в данном направлении в этом году организована намного лучше, нежели предыдущие. Сегодняшний день мы видим, что работа ведется, активно ведется. То есть уже не один микрорайон, фотографии нам активно водоканал присылает. Мы видим, как эта работа проходит. Сегодня у нас, так сказать, выездное совещание. По словам руководителя Юганского водоканала, предприятия, которые обслуживают гидранты, сейчас все они в рабочем состоянии. Наиболее основательная проверка оборудования начнется летом. Когда не будет ни снега, ни воды, картина станет наиболее ясной. Водоканал, независимо от пожаров, там случающихся, проводит постоянную работу по контролю пожарных гидрантов, их очистке, проверке работоспособности, то есть которая проводится после зимы, это апрель-май, и перед зимой, это сентябрь-октябрь. То есть работа ведется постоянно по очистке, по, скажем, обследованию их. Один из самых сложных вопросов, которые предстоит решить, возможность эвакуировать личный транспорт, когда он мешает пожарной технике, даже если машины стоят на парковке. Напомним, в январе личные автомобили не позволили нашим огнеборцам сработать оперативно. А в ситуации ЧАЭС счет идет на секунды. Мы видим, что, несмотря на знак «пожарный гидрант», автолюбители прочно облюбовали это место. Разрабатываем законодательную инициативу, с которой мы будем выходить на округ. Часть расширения полномочий именно при оказании пожарных работ. Кстати, на этот предмет вполне можно проводить профилактические рейды, подобно тому, как госавтоинспекция штрафует за парковку на местах, предназначенных для инвалидов. А пока депутаты решили держать на контроле ситуацию с гидрантами, каждый по своему избирательному округу. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».